Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Виктор, и вы находитесь на канале Vector-обзорщик. В данном видео будет обзор на вот такие вот замечательные наушники или гарнитура от компании Real-L. Модель у нас GDX7880. Наушники позиционируются как бюджетный вариант, цена не превышает 40 долларов, и это как бы игровые наушники. Здесь, конечно же, есть подсветка. Подсветку менять нельзя, светится она только красным цветом. В принципе, приходит вот такая вот достаточно симпатичная коробка, ничего не помялось во время транспортировки. Вот здесь вот имеются технические характеристики. Вы можете поставить данное видео на паузу и посмотреть детально технические характеристики, которые вас интересуют. А вообще, динамики в данных наушниках по 50 миллиметров и также диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц могут выдать данные наушники. Приступаем к распаковке. Вот такой вот внешний вид коробки. Приступаем к распаковке. Так, есть гарантийный талон вот такой. Также есть инструкция пользователя. И вот таким вот образом выглядят сами наушники Real L. Вот эта часть выполнена из soft touch пластика. Пластик приятный на ощупь, но немножко маркер. То есть на данном пластике остаются следы отпечатки пальцев. Также здесь есть обозначение фирмы Real L. Вот эта вот сеточка, скорее всего, это металлическая сеточка. И, как я понимаю, подсвечиваться будет именно эта область. Здесь также есть вот такой вот микрофон с достаточно гибкой ножкой. Что тоже очень удобно. Можно под себя все настроить. Также оголовье можно настроить тоже под себя, под свой размер головы. Чтобы вам было как можно комфортнее. Амбушюры выполнены из текстиля. Потому уши не будут потеть у вас. Также кабель достаточно толстый и эластичный. И имеет USB интерфейс. Также на кабеле есть пульт управления. Пульт управления тоже выполнен из soft touch пластика. На пульте можно уменьшать и добавлять громкость. Также можно включать вибробас. Также можно отключать и включать звук в наушниках. И, собственно, отключать и включать микрофон. Очень неплохой пульт. Все вынесено, все удобно. Можно быстро и просто все настроить. Также вот здесь вот переход кабеля идет в тканевой оплетке. Потому есть надежда на то, что данный кабель в вот этом вот месте не порвется со временем. Длина кабеля составляет немножко больше двух метров. В принципе, наушники очень понравились. И звучание действительно очень хорошее. Как за данную стоимость. То есть присутствуют все частоты. То есть есть очень отчетливо слышны как средние частоты, как и высокие частоты, так и низкие частоты. Звук достаточно чистый. Имеет неплохую громкость. И мне звук на самом деле понравился. Также оголовье у нас тоже имеет приятную такую вот мягкую подкладку. Которая выполнена тоже из текстиля. Верх оголовья выполнен из кожзаменителя. Или дермантина. Качество записи звука на данный микрофон мы также проверим. Я их подключу к компьютеру и все это дело проверим. Подключаем наушники к компьютеру и посмотрим как они светятся. Как вы можете видеть подсветка горит. И это уже плюс 50 фпс к вашей игре. По любому без этого никак. Итак, открываем параметры звука. Как мы можем видеть звук вывод. Чтобы воспроизводился звук на наушниках, у нас нужно вывод включить спикерс. В моем случае это 6 USB P&P Audio Device. То есть Plug and Play Audio Device. Так как в данных наушниках есть звуковая карта, которая будет обрабатывать весь звук. Никаких драйверов, никаких сторонних приложений, программ и тому прочего вам устанавливать не нужно. Все легко и просто. Просто подключили данные наушники к компьютеру, в USB разъем вашего компьютера или ноутбука. И все, они распознаются системой автоматически. И сразу можно пользоваться данными наушниками. Точнее гарнитурой. Так как еще здесь есть и микрофон. Так, чтобы пользоваться микрофоном в параметрах звука, нужно установить микрофон. Заходим в свойства устройства и громкость микрофона установлена на 100%. Делаем тестовую запись микрофона. Всем привет, с вами я Виктор. Сейчас тестирую микрофон на гарнитуре Real L GDX 7880. Вот таким вот образом записывает звук микрофон на данной гарнитуре, как вы можете слышать. Качество записи звука оцениваете сами. Я его смогу оценить только после того, как все же прослушаю. Потому что в данный момент я отключил воспроизведение того, что я записываю. Потому что это очень сильно меня сбивает. Все же звук воспроизводится с задержкой. И, ну, лично мне это очень дискомфортно и меня сбивает. Потому пришлось отключить на пульте. Благо, есть такой вот пульт и вы можете легко и просто отключить звук в наушниках. Просто достаточно нажать одну кнопочку. Вот таким вот образом. Теперь давайте я немножечко помолчу и услышим, будет ли данный микрофон записывать какие-то шумы. Потому что все же в комнате есть некий шум, так как у меня компьютер расположен под столом. И там есть очень много кулеров, которые издают вибрации и шум. Давайте послушаем, будет ли записывать их. Ну, я думаю, данного теста хватит. Теперь я остановлю запись и прослушаю то, что у нас получилось. Да, присутствует очень-очень минимальный вообще шум, как я могу слышать. Но он вообще не критичный. За данную стоимость я ожидал на самом деле намного хужего качества записи звука. Потому что мне приходилось сталкиваться с различными наушниками и гарнитурами. И вот эта вот модель показывает очень-очень хороший результат. То есть мне здесь нравится как звук самих наушников, так и качество записи звука на микрофон данной гарнитуры. То есть за данную цену это очень неплохой вариант. Они выдают звук 7.1, то есть виртуальное звучание 7.1, которое дает как бы полное погружение в игру. Конечно, рассказывать как звучат наушники это очень сложно, очень непросто и вообще неправильно. Потому что у каждого слух разный, вкусы тоже разные. То есть здесь все индивидуально. Одним данный звук понравится, другим может вообще не понравиться категорически. Потому все же рекомендую послушать данные наушники перед покупкой. Ну и вообще любые наушники перед приобретением нужно слушать и уже понимать, понравился вам звук или нет. Потому что все это действительно индивидуально. Но я попробую каким-нибудь образом продемонстрировать вам, как звучат данные наушники. Я их положу на столе и размещу вот где-то вот на этом уровне. Микрофон свой петличный. И таким образом постараюсь, конечно, как-то передать звук, который я слышу в данных наушниках вам. Возможно, таким образом вы сможете немножко как-то лучше понять, как звучат данные наушники. Ну и так, давайте проверим. Итак, установлена максимальная громкость и вибробас выключен. Итак, давайте запустим песенку. Субтитры сделал DimaTorzok А теперь я включу вибробас и попробую продемонстрировать, как данные наушнички с вибробасом. Будет такая заметная вибрация. Не знаю, как запишет это петличный микрофон, на который я сейчас записываю звук. Но все равно продемонстрировать это надо. Включаю вибробас. И включаю песенку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok